шалом дорогие друзья и так недельная глава мишпатим в которой очень-очень много разных прекрасных заповедей от творца мироздания недельная глава начинается с очень тяжелой истории про человека который воровал потом его споймали ему нечем было возмещать ущерб его продают в рабство чтобы он компенсировал вот усерд который он натворил своим воровством очень тяжелая история и очень непонятно но почему тора начинает вот повествование с такого человека всевышнему противно воровству и это вся история такая тяжелая такая грустная про вора продают его куда-то в рабство зачем представьте себе человека у которого 10 сыновей первый сын там в хай-теке 2 бизнесмен 3 в политике 4 хирург мирового какого-то значения спасает людей все сыновья просто ну очень преуспели каждый в своей сфере кто-то даже стал раввином 10 сын к сожалению наркоман вор и прямо ну тяжелейшая история о каком сыне думает отец постоянно не про того который врач раввин политик бизнесмен экономист про них он вообще не думают они все хорошо слава богу он постоянно думает про 10 сына мой мальчик бедный где-то там валяется на улице сегодня где он ночует а он завтракал ужинал а он здоров он постоянно про него думает таков как бы такова суть отца всевышний он наш отец он начинает главу с этого несчастного человека который воровал которого продали в рабство сказать нам всем что ему дорог каждый даже человек который так сильно оступился заблудился и делает такие большие ошибки всевышний любит каждого и особенно такого который в беде он ждет как ему помочь он его молитвы он ждет какого-то минимального шага ко всевышнему и тогда всевышний даст ему спасение откроет ему все 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 двери поэтому глава начинается с такого тяжелой судьбы человека потому что всевышний кричит ты мне дорог я про тебя думаю приходи ко мне